Есть простой метод стать богатым. Я вам сейчас скажу, но вряд ли вы воспользуетесь. Простой очень метод. Нужно развить в себе определенные качества характера, дающие успех. Первое качество характера – учиться правильно относиться с глубоким почтением, относиться к богатым людям, уважать их очень сильно. Вот прямо искренне и поддельно в сердце уважать богатых людей. И это правда, богатый человек, уважаемый человек. Второе качество – это проницательность, способность видеть ситуацию, понимать, что происходит, с кем заключает делку, с кем не заключает, с кем и как общаться. Проницательность – видеть ситуацию. И третье качество – это способность, хорошее отношение с людьми строить. С людьми хорошо общаться, заботиться о них. Хорошее отношение с людьми – уважение богатого человека и проницательность. Уважение богатых людей приводит к тому, что ты становишься близок к богатым людям. Когда человек близок к богатым людям, ему не надо напрягаться, чтобы найти себе работу. Когда человек близок, имеет отношение, дружбу с богатым человеком, тот найдет ему работу. Это не проблема для богатого человека найти для своего друга работу. Когда он находит для своего друга работу, видит, что его друг проницательный, он видит ситуацию, ему дает советы. Раз. И он также видит, что его друг, он создает как раз в себя хорошую среду. Люди тянутся к нему. Он говорит, нет, нет, ты не на этой работе будешь работать, а будешь вот на этой работе. Ты мне нужен ближе. И все, и пошел и растет человек сразу. Для того, чтобы быть богатым, надо просто войти в отношения с богатыми людьми. Надо быть достойным богатых людей и сразу ты становишься богатым. Вот этому человеку не надо было, чтобы стать знаменитым, ему не надо было себя рекламировать. Все произошло очень просто. Он просто стал достойным быть духовным учителем у самых влиятельных людей в мире. Вот кто был самым влиятельным в то время? Были Битлес. Они их самые популярные люди. И Харрисон стал его учеником. Ему не надо было напрягаться, чтобы он стал его учеником. Харрисон сам захотел стать его учеником. В результате пластинки с записями духовной музыки распространились по всему миру. Миллионными тиражами распространились. Все очень просто. Понимаете? Многие до этого духовные учителя из Индии приезжали в Америку, в Европу с целью дать философию духовную людям. Я на основе этой философии вам сейчас даю знания. Она очень уникальная, очень глубокая эта философия. Дает понимание, как правильно жить. Но никого не получалось, потому что у них не было качества. Этот человек до 69 лет развивал качество в себе. Он никуда не ехал. А в 69 лет поехал. Но когда он поехал, то ему не надо было сильно напрягаться, чтобы покорить весь мир своим знанием. Так должен действовать человек. Он должен развивать в себе качество определенное для того, чтобы потом быть счастливым в жизни. Но сейчас культура действует, живет совсем иначе. Мы сначала просто много трудимся для того, чтобы иметь чуть-чуть денег. Нет, сначала мы очень много учимся для того, чтобы показать всем, что я специалист. Если человек специалист, ему не надо это никому показывать. Я никому не показывал свой диплом врача никогда. У меня на фейсе написано, что я врач. Понимаете, когда я научился лечить, это было в возрасте 28 лет. Я уже научился, чувствовал, как лечить болезни. И люди сами тянулись ко мне. Причем интересно, что у меня начали лечиться самыми первыми. Это старшие преподаватели медицинского института. У меня учились, лечились доценты, там всякие. Сын проектора института лечился. Лечились сразу люди, которые медициной занимаются и чувствуют толк в людях. Они сразу чувствовали, лечились. У тебя был молодой парень в это время. Но я почувствовал, что такое медицина. Я чувствовал, как лечить людей. Но до этого я занимался йогой много лет. И пытался развить себе тонкое видение и так далее. Страдала учеба в школе от этого в институте. Несомненно. Потому что не разорваться же невозможно. Я ставил целью понять человека. Глубже понять человека, чтобы его лечить. У меня были другие цели. Как-то интуитивно выбирал такие цели. Более глубокие в жизни.